Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Опять беспокоят нагрязчивые мысли уже с жизненными ассоциациями, пишет аноним. Ну, если опять, значит, что-то спровоцировало, это желание вам чего-то захотелось, мне снова хочется написать человеку по поводу совмещения профессии пилота и профессионального спорта. Почему именно этому человеку и почему именно по этой теме? Это имеет какое-то значение? Я пытаюсь себя сдерживать, чтобы не совершить навязчивые действия, но мозг переубеждает ассоциациями. Ну, во-первых, мне не кажется, что сдерживает себя хорошая идея, мне не кажется, что хорошей идеей является диссоциация навязчивого действия от вас самого, на мой взгляд. Ну, навязчивое действие это и есть вы, просто вы не очень-не очень понимаете, чего вы хотите, а та форма вашего желания или вашей потребности, которую вы принимаете за навязчивость, она является на самом деле механизм защиты. То есть вот все, что вы описываете дой и то, что вы описываете после, это как будто бы желание скрыть, скрыть на самом деле то, чего вы хотите. Ну, вот подменить, вы пытаетесь подменить свое более интимное желание, вот таким. Например, написать по поводу совмещения профессии пилота и профессионального спорта. Ну, очевидно, что для вас это имеет какое-то значение, очевидно, что вы как-то в этом лично заинтересованы, ну, соответственно, что-то вас здесь волнует. Равно как что-то вас волнует по поводу незнакомого человека тоже. И пока что моя гипотеза заключается в том, что вам хочется быть значимым, вам хочется, чтобы вас заметили, вам хочется чувствовать свою ценность, а этого вы не чувствуете. Вот такая моя гипотеза. Вот, но ввиду того, что вы привыкли думать в определенных направлениях, как мне кажется, вы убедили себя в том, что просто пытаетесь спросить что-то у человека. А мозг меня переубеждает ассоциацией, пишите вы, да? Ну, на самом деле, то, что вы перечисляете дальше, я, с вашего позволения, не буду это читать. Так вот, то, что вы перечисляете дальше, на мой взгляд, не является ассоциациями. Это больше похоже на оправдание. Типа, ну, другие делают, и ты сделаешь. Другие делают еще более худшие, худшие вещи. Ты сделаешь, типа, если другие люди себе это позволяют, так и что, типа, с тебя возьмут, да? Ну, то есть, это, по большому счету, история про то, что бы вы смогли реализовать. То есть, получается, как? Вы чего-то хотите, вы себя сдерживаете, а ваша психика воспринимает это как угрозу, потому что вы не получите то, что вы хотите. И, соответственно, начинает контрдеятельность. Получается, что вы находитесь в борьбе с собой. И вот это все приводит к тому, чтобы сорваться и наручить личные границы человека, написать ему, в общем-то, со ста аккаунтов, посвятить этому всего лишь один день, чтобы выбить конкретно этот ответ у человека. Но при этом я не хочу этого делать. Почему вам так важно, точнее, чем так важно получить ответ именно у этого человека? В чем заключается важность этого ответа для вас? Вы пытаетесь какую-то проблему решить? Как будто бы этого человека вы выбрали ассоциативно. Этот ответ, который вы пытаетесь выбить, для вас ассоциативен. Вот эти вещи что-то значат, да? В них скрыто то, чего вы хотите. Вам, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, в принципе, очень хорошо ответил. Лаконично, в принципе, то, что говорю я, да, более развернуто. Дальше, еще приходят мысли, что путем навязчивости можно добиться многого в жизни, хоть это неправильно. А, вы пишите, вы написали этому человеку, потратили всего лишь один день, вот, при этом не хотите этого делать. Ну, давайте, давайте признаем, что делать вы это хотите. Вам и хочется. Давайте признаем это. Значит, путем навязчивости можно добиться многого в жизни, хотя это неправильно. Вот здесь мне кажется, знаете как, тут мне кажется, что вы здесь несколько путаете понятия, да? Видите ли, навязчивость это не упорство. То есть вы путаете навязчивость с упорством. Это как, как, ну вот, как я думал, что это разные вещи. Вот. На мой взгляд, навязчивость, она, в первую очередь, доставляет дискомфорт и неудобство, пожалуй, что самому человеку. Вот. Тогда как упорство, это совсем, ну, совсем другая история. Вот. Поэтому, вы, может быть, не правы, что упорством, а, действительно, можно, а, ну, можно, чего-то добиться, вот, упорством, упорством добиться можно. А вот, навязчивостью, навязчивостью, вот, конечно, конечно же, нет. Вот. И, опять, вы пишите это неправильно, да? То есть вы себя, получается, постоянно как-то вот, ну, сбиваете, да? Вы себя постоянно перебиваете. Еще, например, если даже другой, не знакомый человек меня не отвечает, то можно попробовать в своем офисе, тогда он увидит меня и ответит, потому что, в том случае, если с первого раза не отвечает. Ну, вот тут вот ваше желание быть более ценным, чтобы вас заметили. более чем понятна потребность ваша, более чем понятна эта потребность, чтобы вас заметили. Вот. Но нужно, во-первых, здесь увидеть, где вы и как себя обесцениваете. Вы, ну, как-то считаете себя незаметным. Это первое. А второе, ну, поискают другие способы стать более значимым. Вот. А дальше. Насколько в жизни важны подобные мнения людей? Насколько вообще все важно в жизни? Это определяет сам человек, то, как он чувствует. Для кого-то одно важно, для кого-то другое. Вот. А по поводу мнения людей, ну, мнение человека субъективно. Вот. Если вы услышали мнение человека, откликнулись на него, на него, почувствовали, что, что, что-то у вас откликнулось на него. Это здорово, но может же быть и так, что ничего не откликнет. Не откликнет. Такое бывает тоже. Так, каково понятие важности у человека? Это ощущение. Это ощущение. Это ощущение. Это ощущение. Приоритетности. Ощущение, что по-другому я не могу. Вот. Такова моя природа. Насколько переживает за важность вопроса? Не переживает. Если человек чувствует, что это важно, вот спрашивают. Вот. Важно просто отдавать себе отсчет в том, какая цель и мотивация. И опять вопрос важен, стоит ли вообще добиваться чего-либо, а может быть добиться и стоит. Опять же вопрос мотивации. Мотивации и цели. И что вы понимаете под навязчивостью? Давайте все-таки будем разграничивать навязчивостью и упорство. Да? Как прекратить прислушиваться к подобным навязчивостям и принятиям за болезнь, если мозг преубеждает и пугает ассоциациями? Вы двигаетесь не в том направлении, на мой взгляд. Вам нужно более исследовать свою потребностную сферу. Есть вообще вероятность, что человек не ответит в запросах на приписку? Ну, он вам скорее всего не ответит. Вот. Значит, просто можно гарантировать, что если у человека важны сообщения в запросах на приписку и обращать внимание, то значит он устанет и все же ответит, несмотря на нервное число, если я посвящу этому написанию освободению, потом писать не буду. Это вот то, что называется навязчивость, да? Потому что вот вы себе устраиваете какие-то определенные рамки здесь ритуализированные, ритуализированные истории. И очень сильно мне кажется, что эта история про ваши потребности во внимание обращена так на другого человека. Вот. Вы несколько раз говорите про мозг, вам дает гарантию. Обратите внимание, нигде нет вашей активности. Вот, чтобы вы сказали вот, да, это может быть плохо, но я этого хочу, я это сделаю. Нигде. У вас, с одной стороны, навязчивость, которая вот подталкивает вас почему-то, с другой стороны, вот мозг и еще третья сторона, которая вот пытается сдерживать, но опять же не совсем понятно, как она представлена. Вот. Поэтому вы сейчас в любом случае, что бы вы ни делали, вы сейчас находитесь в незавидной позиции, как бы управляемого человека, жертвы. И вот нужно признать, что вам что-то хочется делать, в первую очередь признать, что вам сейчас хочется это делать, то, что вы делаете, например. Ну, вот. Вне зависимости от того, хорошо это или не очень, да. И таким образом вы получите возможность для себя сделать шаг вперед. Возможность роста. Вот. Сейчас у вас такой возможности нет. Сейчас у вас нет возможности для роста. Ну, для роста. К сожалению. Ну, потому что вы себя все время сдерживаете, перебиваете одно с другом. Всего самого доброго вам. Удачи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok